Добрый вечер, друзья. Неделю назад у нас была не очень удачная попытка. Сейчас мы повторяем эфир. К сожалению, меня уже не может представить Слава Смирнов. Но я могу сказать, что мы с ним давние друзья. Ну, примерно с 2009 года, то есть я думаю, это сколько уже получается, 12 лет. Мы дружим, сотрудничаем. И вот два года назад я уже читала на его канале целый курс лекций. И за мной остался небольшой должок. Мне как раз осталось рассказать про женское, мужское и детское здоровье. В итоге мы с ним посоветовались и решили, что это будет целый такой курс лекций. И сейчас я начну. Ну, для начала я представлюсь, и поэтому сейчас я отключу там свой экран и перейду на свою презентацию. Но заранее хочу сказать, что в чате комментарии лучше оставлять под конец. Потому что во время моего рассказа я их все равно не увижу. Вот. Так что сейчас мы переходим, собственно, к теме нашего выступления. Я буду рассказывать про эфирные масла. Я с ними знакома уже 4 года именно с той компанией, с которой я сейчас сотрудничаю. А на самом деле уже с 1998 года. И это действительно нечто чудесное, о чем желательно, чтобы знали все. Сейчас я вам покажу свой экран. И мы начнем. Итак. Тут на картиночке видно посередине изображение такого района в Москве, который называется Сити. Я у него недавно несколько раз была. Он произвел у меня совершенно угнетающее впечатление. Ну, это как бы символ тех городов, в которых мы сейчас с вами обитаем. Там почти не осталось никакой природы. Остатки этой природы вырубают. И, к сожалению, там нет вообще даже намека на какие-то природные ароматы, в которых мы, ну, как бы как человечество родилось, выросло и эволюционировало. То есть в основном ароматы такие, что от них нужно спасаться. Это там смог, выхлопные газы автомобилей и так далее. И вот здесь эта картиночка символизирует то, что можно это печальное положение немножечко исправить, добавив таких волшебных эликсиров из маленьких бутылочек. И они делают просто чудеса. Значит, кто я такая? Меня зовут Екатерина Стоцкая или Катя Стоцкая. И меня можно обнаружить во всех возможных социальных сетях, просто набрав вот это два слова, Катя Стоцкая или Екатерина Стоцкая. И я открыта для контактов и связи любым способом. По скайпу, по любым мессенджерам, письменно, по телефону. Мне уже 60 года, я коренная москвичка. Окончила я биологическую школу, потом училась на биофаке МГУ и работала в Институте охраны природы. Но на самом деле, довольно давно я эту деятельность вернула. И уже с 1994 года так сложились обстоятельства, что я занимаюсь сетевым маркетингом. Но сетевым маркетингом, который имеет отношение более-менее к моему профессиональной подготовке. А именно биологически активным добавкам, терапевтической косметике и ароматерапии, которая может помочь нам избавиться от большей части лекарств и походов вообще по медицинским учреждениям. Я человек очень доброжелательный, открытый. И я стараюсь всегда говорить то, что думаю, честно, и рассчитываю на ответные такие же вещи. Я живу в Москве в собственном садике. Мы вырастили там совершенно потрясающий райский сад. Но тоже начали с нуля, ничего не понимая. Я довольно много путешествовала и как биолог в свое время, а сейчас и как турист, и по бизнесу. Я научилась фотографировать, научила всех своих детей. Даже вот мой сын стал профессиональным фотографом. Ну и мне нравятся вот эти все ценности прошлого века. Там барды, туризм и всякая такая мыслительная деятельность. Я считаю, что мое главное достоинство, что я умею на пальцах объяснять очень просто сложные вещи. Вот здесь на картиночке изображена моя семья, но это было год назад, детки немножко подросли. Сейчас мы ждем еще пятого внука. Вот у меня трое сыновей, одна дочь. С мужем мы все-таки расстались. Но вот еще членом нашей семьи является моя мама. Ей 85 лет, она совершенно на равных со мной занимается этим бизнесом во многом благодаря тому второму образу жизни, который она ведет. Значит, курс примерно рассчитан на 15 занятий. Может быть, в соответствии с вашими пожеланиями я буду менять объемы или менять их местами, но примерно это будет делаться так. Сегодня я расскажу некоторую вводную. Потом расскажу, что такое все-таки качественные масла и как их тестировать. Затем про то, что с ними можно делать, кроме того, как дышать, и какая должна быть минимальная техника безопасности. Потом мы перейдем к главному. Это наше психоэмоциональное состояние и как его можно улучшать при помощи эфирных масел. Ну и также снятие стресса эпидемии нашего века и, собственно, сон. Мы во сне проводим треть нашей жизни. И вот проблемы со сном сейчас тоже приобрели такой массовый характер. Потом расскажу отдельно про детей, отдельно про мужчин, про женщин. Пройдусь по таким главным системам, как дыхательное, пищеварительное и опорно-двигательное, а также наши покровы, вот этот косметический уклон кожи и волосам. Ну и потом расскажу, это все не сегодня, это займет 3-4 месяца, какую можно иметь карманную аптечку, но иногда размером просто вот с ключницу, ну или чуть-чуть побольше, когда вы отправляетесь куда угодно, там на дачу, за границу, в командировку, ну просто на рыбалку, ну или какой-то туристический поход. Вот, потом все-таки расскажу, что у нас есть огромная коллекция БАДов, в том числе часть, основанная именно на эфирных маслах. И мы ее тоже, конечно, используем. Ну и потом вернусь именно к нашей компании. То есть все, что я рассказываю, это в целом про аромотерапию, как бы независимо от бренда. Но поскольку я приверженец, конечно, одному бренду, а именно Тотерра, то я расскажу, чем эта компания выгодно выделяется на рынке от всех прочих. Но до этого надо дожить, это будет еще через три месяца. А пока что мы перейдем вот к такой презентации введения. Вот существует три причины, по которым некоторые не доверяют эфирным маслам. Вот два года назад, когда я читала лекцию, про это, про эфирные масла не знал почти никто. Сейчас из каждого экрана, из каждого утюга, как сейчас говорят, все время слышно про аромотерапию, про эфирные масла, про дотеру. И некоторые просто активно сопротивляются, потому что их задолбали. Кроме того, значит, был период, когда было очень много синтетических эфирных масел, собственно, которые породили большинство мифов о том, что эфирные масла – это вещь опасная, надо стоять к ним осторожно. И поскольку сейчас это самый мощный тренд на рынке, очень быстро растущий, существует множество подделок. Вот как раз синтетической природы. И действительно неприятных осложнений от их применения. И люди, которые когда-то слышали, что кому-то от масла апельсина стало плохо, они даже боятся на километр подходить к нашим баночкам. Ну вот. Ну и кроме того, то, что случается с людьми, которые начинают использовать эфирные масла, настолько хорошо, что просто невозможно поверить, что это правда. Но, как я уже говорила, одно из моих качеств – это честность. И вот я не буду вас обманывать, я расскажу все, как вам, на самом деле. И что, чтобы вы включились в тему, у вас наверняка, если особенно вы из прошлого века, как и я, был некоторый опыт, когда вы сталкивались с маслами, и они действовали мгновенно. Ну, например, наверное, вы когда-нибудь слышали запах сероводорода. Ну, вот это такая вонь туалетная почти что-то, да. И понятно, что сразу у человека наступает депрессия, там, агрессия, что угодно. Когда вот в моем детстве люди теряли сознание по какой-нибудь причине, ну, неважно, там, похороны, там, человек не ел, еще что-то, ну, в общем, он падает без сил, и его надо привезти. Все бежали в аптеку за нашатырем или там домой, и ватку ему под нос вставляли. Это довольно омерзительно, неприятно, но человек сразу просыпался. Или наоборот, даже сейчас используют для усыпления иногда хлороформ или эфир, диетиловый эфир. То есть ребеночку или там взрослому давали понюхать. То есть тоже не очень, я бы сказала, приятный запах. И он просто отрубался. Видите, значит, формулы у этих веществ довольно простые. У них очень мало атомов. Но, тем не менее, они вызывают мгновенную реакцию нашего мозга. Значит, про обоняние в связи с ковидом узнали все. Главный признак, который настораживает людей, сейчас, и они догадываются, что им не просто плохо, а они как бы попали, это исчезновение обоняния. И раньше мы рассказывали об исчезновении обоняния, о насмеи. Только в тех случаях, когда человек почему-то его потерял. Ну, иногда это было просто от насморка. А чаще, если он действительно по жизни сталкивался с очень неприятными запахами, и его мозг как бы блокировал этот источник информации. Но это касалось людей, которые работают там ассенизаторами, или на бойнях, или на рыборазделочных заводах, где тухнет просто белок, и это безумно плохо пахнет. И у такого человека обоняния не было, и, как правило, эти люди лишались значительной части радости от жизни. И, в частности, были достаточно агрессивны по отношению к собственным домочадцам, и к жене, и к детям. А когда у человека восстанавливается обоняние, ну, вот, например, после долгого насморка, он начинает вкусно есть, вкусно вообще жить, и это совсем другое дело. И вот в 2004 году роль обоняния была признана во всем мире, потому что даже двум исследователям, независимо работающим друг от друга, присудили Нобелевскую премию. Потому что вот если мы берем, например, зрение, там всего три вида палочек, то есть палочки и три вида колбочек. И вот они все отвечают за наше цветное зрение. А вот рецепторов обонятельных существует больше тысячи. и три процента нашего генома отвечают за воняние. И это вот я говорю просто для того, чтобы вы поняли, какая это важная часть жизни. Значит, у нас вот есть мозг, и я когда училась в университете, нам показывали, ну, там, заформалиненные мозги разных позвоночных животных. И вот известно, что вот у человека 12 пар черепно-мозговых нервов. И из них самый первый, и территориально, как бы вот он впереди, там, ближе к носу. Второй, кстати, зрительный нерв. Вот. И эволюционно. Эволюционно обоняние – это самое первое чувство, которое возникло, и самый первый нерв. Он, правда, не очень похож на нерв. Это такая коротенькая бульбочка, которая доходит до нашей носоглотки, и там много-много отростков ответвлений, где вот находятся обонятельные рецепторы. И дальше, буквально через 2 сантиметра, этот нерв попадает в мозг, и уже попадает в лимбическую систему. И это вот все наше бессознательное. Он рассказывал, он говорил, что можем контролировать разумом, ну, какие-то 2, 3, 4 минуты, все знают, там Юлик Цезарь мог одновременно делать кучу дел. Но на самом деле наш организм делает одновременно тысячи разных дел. Даже в каждой клетке одновременно идет 200 разных химических реакций. При этом это очень интересно, как это так может идти. Вот в обычном стакане 200 реакций не сможет идти. Просто в клетке существует так называемая эндоплазматическая литикуля, но там она вся вот такими мембранами, ну, как бы испечрена, и в маленьких закололках идет своя собственная работа. И то же самое с мозгом. Он контролирует и сердцебиение, и дыхание, и пищеварение, и выделение там хожаного сала, и, не знаю, наполнение мочевого пузыря. Вот все одновременно. Нет ничего в нашей жизни, за что бы не отвечал мозг. И в первую очередь вот эта самая лимбическая система. Она отвечает за все, что связано там с пищевым инстинктом, за половой инстинкт, который позволяет нам продлять рот. Оборонительный, когда нужно спасаться от опасностей. И вот этот самый цикл сон-бодрствования, который у многих сильно сбит. И эфирные масла, в отличие от нашатыря и хлорофолома, они очень приятные запахи. Они действительно повышают настроение, снижают депрессию. А депрессия сейчас просто принимает характер эпидемии. И вот этот синдром хронической усталости, на который жалуется каждый второй, ну и кроме того, стимулирует противовирусную, противораковую составляющую нашего иммунитета. А вы понимаете, что и та, и другая задача сейчас очень актуальны. И замедляет процессы старения. Человечество всегда мечтало о вечной молодости, но вечно и не нужно, но нужно, чтобы хотя бы вот эта длинная жизнь, которая нам суждена, была вот не до житием, а вполне полноценной и увлекательной. Вот моя мама как раз... Пример такого. Практически ни в чем. Ей никто не скидки. Она абсолютно самостоятельная, путешествует по всему миру, и по городу Москве, и сама Северная. Она себя обслуживает, хотя мы тоже с радостью будем ее обслуживать. И она в полной сохранности, как внешней, так и интеллектуальной. Ну вот, вот здесь немножко побольше нарисовано про эту лимбическую систему, потому что вот этот маленький вырост впереди, обонятельная луковица, это только вот короткий путь к мозгу. А дальше вот там есть таламузы, гипоталамузы, гиппокампы. И лимбическую систему иногда называют обонятельным мозгом. И это отражает ту функцию, которая на какой-то запах навевает вам воспоминания. И иногда это бывает прекрасные воспоминания, у вас улучшается настроение. А иногда запахи ассоциируются с чем-то не тем. И, кстати, это вот, так сказать, эмоциональных блоков и зажимов. Ну вот, опять тут картинка, где мы видим, как устроена память, обучение, ассоциативную такую память, эмоции. Из гипоталамуса сигналы идут в кору больших полушарий, и эфирные осла в том числе могут влиять на мышление, обучение. Значит, в гипоталамусе есть вот гипофиз, который уже регулирует работу половых желез, надпочечников, и не только их. И в частности отвечает наше агрессивное поведение или сексуальное поведение. Вот здесь картиночка конкретно этого самого гипофиза, крошечное такое образование, которое, ну, имеет там две доли, переднюю и заднюю, и выделяет кортикотропин. Это что значит? Это тропный к надпочечникам, вот, к надпочечникам. Тириотропин – это значит вещество, которое... Тириотропин – это пролактация, это, значит, связанное там с лактацией, беременностью, да, соматотропин – это гормоны роста, и меланотропин – это гормоны, связанные с циклом сон-бодрствования. Вот, а уже, значит, задняя часть гипофиза выделяет окситоцин, как вы знаете, гормон радости, но, кстати, это гормон, который способствует нормальному роду разрешению. И вазопрессин – это, соответственно, то, что помогает сосудам расширяться или, наоборот, сужаться. Вот, ну и, в общем, эта наука кончилась, с которой я вас хотела так поверхностно познакомить. Просто я хочу, чтобы вы сразу поняли, что это вот не какой-то там просто парфюм, который вы одеваете, и пойти в театр, а это просто способ добраться до вашего мозга, без каких-то электродов, вскрывания мозговой крышки, что действие примерно такое же сильное, как вот эти искусственные процедуры. Так вот, значит, что такое эфирные масла? Эфирные масла – это очень маленькие, низкомолекулярные химические соединения. Называют их… То есть они состоят из множества. То есть самое простое масло, лаванды, мяты, содержат сотни компонентов. И все они относятся к классу терпенов. Терпены бывают, соответственно, монотерпены и сэсквитерпены, которые способны, обладают летучестью и дают эти самые ароматы, ради которых мы эфирные масла и собираем, и используем. И есть всякие легенды на тему о том, что якобы там есть витамины и минералы. Вот ничего похожего. Там нету никаких элементов, кроме углерода, водорода и кислорода. Это просто классическая химия углеводородов. То есть все это относится к классу терпенов, ажавкодиалых нин делится там на спирты, альдегиды, кетоны и эфиры. И в силу своей крошечной сети атомов углерода, или 15, они способны преодолевать, то есть они являются жиростворенными, и они способны преодолевать как мембрану каждой клетки, так и гематоэнцефалические барьеры попадать в мозг, и также преодолевать плацентарный барьер и попадать в руку матери. То есть эти барьеры, эволюция создала неспроста, и, например, большинство лекарств их преодолеть не могут, потому что лекарства являются водорастворенными веществами, а не жирорастворенными. Вот эти крошечные молекулы, они получили название по тем растениям, из которых их впервые извлекли. Там ментол из мяты, тимол из тимьяна, эвкалиптол из эвкалипта, метилсалицилат из ивы, а там лимонен, например, из лимона. Вот еще раз, вот эта картиночка, которая там была в уголочке, немножечко поподробнее, и переведенная на русский язык. Значит, практически все масла обладают антибактериальным, противогрибковым, противовирусным действием. Антибиотики работают только на бактерии, которые живут или в крови, или в лимфе, или в межтаконевой жидкости. И они не могут проникнуть внутрь клетки, где поселяются вирусы. Вирусы, как вы знаете, садятся на мембрану и как шприцом впрыскивают внутрь клетки свою РНК или ДНК. И клетка, вместо того, чтобы заниматься своими делами, начинает производить копии этого вируса. Потом она умирает, эти множественные реплики выходят в кровь или на тканевую жидкость или в лимфу попадают и находят себе новую жертву, новые клетки. И садятся на нее и опять превращают в такую фабрику по размножению вирусов. Но когда наш иммунитет с вирусами справился, к сожалению, какая-то часть их остается в нас зимовать. Ну, то есть пожизненно. Но где-то прячется, не проявляется. Ну, вот, знаете, вирус герпеса, например, или там гепатита С или еще чего-нибудь. Они поселят, там кори, свинки, всем, чем мы переболели. Они поселяются обычно в железистых тканях. Это могут быть половые железы, это может быть щитовидная железа, это может быть молочная железа и так далее. И живут там до поры до времени. Пока у нас каким-то образом не рухнет иммунитет. И тогда они вылезают и дают странные осложнения. Ну, например, вирус герпеса ЗОСТР, которым мы болели в детстве как витенкой, он дает такую невриятную болезнь, как опоясывающий лишай, который иногда дает очень сильные пожизненные постгерпетические боли. Какие-то вирусы провоцируют развитие рака. То есть вирусы это то, что нам не очень полезно и нужно. Особенно в активной форме. И вот эфирные масла могут помочь нашему иммунитету с ними справляться. Значит, эволюционно бактерии, грибки и вирусы не вырабатывают устойчивости к природным антибиотикам и природным вируцидным, фунгицидным веществам. Там все эти известные айхиноцеи, кошачьи коготь и так далее. И в том числе эфирным маслом. А вы сами знаете, что к антибиотикам синтетическим бактерии очень быстро приспосабливаются, потому что они размножаются не так, как мы раз в 70 лет. Они размножаются каждые несколько часов. Вот. И наконец мы переходим к эфирным маслам. Зачем они им нужны и какое отношение это все имеет к нам с вами. Вы все знаете, что растения ходить не могут. Убежать от своих врагов они не могут. У них нету когтей и клыгов, хотя иногда есть какие-то шипы или там восковой налет или что-то еще. Но тем не менее они достаточно беззащитны. И кроме того у них нет никаких аптек или крас, кроме того, что запасено в их тканях. И вот эфирные масла они играют роль защитников и они играют роль иммунной системы. И вот все проблемы, с которыми растения сталкиваются, они помогают в том числе решать. Кстати, эфиромасличных растений на самом деле очень много, но несколько тысяч. Но просто только примерно 300 из них используются в аромотерапии и только штук 40 вот они на слуху. И это самые топовые такие масла. Так вот, от чего они могут помочь защититься? Вот, например, от солнца. Вы, наверное, когда-нибудь загорали на солнце и через некоторое время как-то вам становилось не очень хорошо. И вы старались уйти в тенечек. Или там даже, если вам нужно было работать в саду или там идти в какой-то длинный поход, все-таки вот постоянное пребывание под солнцем, оно радости не дает. А несчастные растения со своими тоненькими, нежными листиками и цветочками находятся под палящим солнцем с утра до вечера. Им надо как-то спасаться. Конечно, они развивают корневую систему, насасывают воду и взамен испаренные все время подтягивают ногу. Но в том числе эфирные масла испаряясь тоже дают растению охлаждение и предохраняют его от солнечных ожогов. Значит, они защищают их от обморожения. Вот вы знаете, есть антифриз, который добавляется в охлаждающую жидкостью в автомобиле, а также вымывайку для стекол, чтобы вот эта вода не замерзла и не образовала кристаллы льда. И действительно, если в клетках растений образуются кристаллы льда, они просто проткнут мембраны и разорвут клетку на части. Вот эфирные масла работают вот таким антифризом. Затем большинство растений поедаются травоядными. К травоядным относятся копытные животные, это понятно, грызуны, ну и в том числе огромное количество насекомых. Иногда они съедают растения целиком, но в большинстве случаев это какие-то фрагменты, и растениям надо залечивать раны. Ну вот самый такой очевидный пример это вот смола, которая выделяется ну там и хвойными растениями, и вот там вишней, допустим, и сливой, но и вот всем известный ладан, например, эмира, это тоже все смолы. Так вот эфирные масла, они помогают залечить рану, исцелить ее. Эфирные масла просто отпугивают этих самых своих врагов, и мы используем это свойство, например, в борьбе с грызунами или смолью. Вот они помогают пережить им неблагоприятные условия, привлекают опылителей, потому что большинство растений сейчас покрытосемянные, покрытосемянные в основном являются перегрестно опыляемые, и вот цветочек цветет и источает вот аромат чудесный, и прилетают опылители, которые иногда это птички даже калибри, но в большинстве случаев бабочки, шмели, пчелы, иногда это могут быть муравьи, и ради нектара, ради запаха, но потом ползут в следующий цветок, и происходит перекрестное опыление. И самое главное для нас свойство это то, что они борются с микробами, а микробы это такое условное собирательное название всех инфекций это могут быть, и бактерии, и вирусы, и грибы, ну простейших мы микробами скорее не назовем, но они также даже от паразитов всяких защищают. И вот оказывается, что все те же самые задачи стоят и у нас, нам надо спасаться от ожогов, нам надо спасаться от обморожения, нам хотелось привлекать противоположный пол и, соответственно, исцелять свои раны и переживать тяжелые стрессовые какие-то условия и противостоять атакам вот бактерий, вирусов и грибов, которые происходят ежечасно, ежесекундно. а на самом деле вот на всей планете Земля и даже во всей Вселенной никаких других элементов химических, кроме как те, которые в таблице Менделеева, не существует. И вся биорганическая химия, она вообще-то общая и у беспозвоночных, и у растений, и у животных, по крайней мере, она очень похожа. И вот те вещества, которые помогают противостоять вирусам в растении, они помогают сделать это им. Вот я читала какую-то статью, что в то время, как большой коралловый риф как бы менструирует, да, вот все эти гидроидные полипы выделяют свои там гаметы, да, которые гормонально окрашены специальными тоже веществами, туда приплывают стада рыб, и тоже начинают метать икру, потому что эти химические вещества действуют на них тоже вот гормонально, да, стимулируют их размножение. И вот используя эфирные масла, мы можем решать вот эти все задачи, и это просто природа так создала, потому что раньше мы жили в природе и постоянно сталкивались с этими ароматами, и человек эволюционно сам нашел себе лекарство. И, собственно, вся медицина это как раз попытка перевести вот эти природные лекарства на такой уже синтетический конвейер. Теперь, собственно говоря, откуда Дотера берет свои масла? большинство других брендов, они все-таки покупают свои масла на каких-то биржах. Ну, собственно, вы знаете, что биржи это не только про деньги, а биржи бывают и для косметических ингредиентов, и для БАДов, и для пищевой промышленности и так далее. И вот раньше люди, которые производили эфирные масла, они вынуждены были отдавать их перекупщикам. И это было похоже на освоение Австралии, Америки, когда аборигенам за какие-то красные тряпки или даже ножи и топоры и ружья вот у них добывали действительно ценные пушнину, драгоценные камни, золото, еще что-нибудь. И вот примерно так же поступали с теми, кто выращивает эфиромасличные растения. Их просто обманывали. Но и уже сами производители эти масла доводили до ума, чтобы им было выгодно их продавать. Наша компания прошла по другому пути. Она заключает договора совершенно прямые с фермерами, которые в этих странах живут. И параллельно, мало того, что она им честно платит правильную цену достаточно высокую, и круглый год у них не сезонный заработок. постоянный она приносит в эти малоразвитые регионы цивилизацию. То есть она прокладывает хорошие автомобильные дороги. Она строит школы, детские сады и больницы. Она делает там канализацию или роет артезианские скважины иногда глубиной до километра, чтобы дети вместо того, чтобы на водопой ходить или приносить домой баклажки с водой не тратили полдня, могли нормально ходить в школу. И поэтому люди, которые работают на дотерру, они очень честно, очень ответственно, со всей любовью подходят к этому процессу. Сейчас порядка 170, я даже вчера слышала, что вроде 186 видов масел дотерры тем или иным способом добывается в разных странах мира. в 47 странах. Производит она на рынок 70 только мономасел и 50 смесей, в каждом из которых от 4 до 12 компонентов. При этом обычно это очень редкие масла, которые в виде моносмесей не производятся, потому что они безумно дорогие. Дотера ничего туда не добавляет, чтобы улучшить качество масел и ничего оттуда не извлекает, чтобы там в какую-нибудь парфюмерную, кулинарную, ну там пищевую или промышленность вот чего-то такое сбыть. И сама собственно дистилляция, как правило, за редким исключением, происходит прямо на месте сбора сырья. Ну в частности вот здесь например с милицией, что они принимают только тех фермеров, которые, ну плантации которых расположены не дальше 50 километров от места перегонки, потому что это расстояние можно преодолеть за час. И за час можно довести это сырье вот в таком не тронутом виде. А если уже дольше, то оно начинает запревать, там загорать буквально и теряет значительную часть своих качеств. Вот, но наоборот пример с Ладаном тоже я часто рассказываю, что вот в Сомали-Лэнде, там где растет вот это дерево в Освелле ближайшие автомобильные дороги находятся не ближе 120 километров, то есть асфальтированные дороги, не ближе 120 километров. То есть это гарантия, что рядом нету заводов, фабрик, и не ездят там постоянно автомобили, которые загрузняют вот придорожные какие-то территории. Вот, существует 8 аналитических методов, про них я буду рассказывать целый отдельный вебинар, вот, но есть органолептическое тестирование, это как бы то, что может человек без инструментов, вкус, цвет, вязкость, запах, да, потом тестируются микробиологические, обладают ли они вот этими всеми вируцидными, бактерицидными и фунгицидными свойствами, затем идет газовая хроматография масс-спектрометрия, это качественные и количественные анализы, в общем, чего в них есть и в каком количестве, в тирсканировании это проверка уже после того, как сырье запаковано, чтобы вот не было того, как у некоторых производителей, когда тестируется хорошая партия, ну, как бы продается, что попало, да, и вот два интересных теста, хиральности и затопный анализ, хиральность это вот химия углеводородов так устроена, что многие вещества могут существовать в двух разных состояниях, вот там может быть молекулы правой и молекулы левой, которые не совмещаются друг с другом и являются просто таким зеркальным отражением, и для каждого масла есть стандарт пропорции, сколько должно быть правых и левых вращающих изомеров, иногда, ну, вот в природе, например, не эфирных масел, скажем, аминокислот или витаминов, это, как правило, левые, но у эфирных масла могут быть и правые, и причем иногда второй зеркальный компонент, он, ну, просто бесполезен, безвреден, а иногда он может быть и достаточно опасен, про это я буду рассказывать вот в следующей лекции. Изотопный анализ, это тоже интересно, тоже, наверное, вы слышали все про углеродный, радиоуглеродный метод датирования разных там этих ископаемых остатков или вот проверка достоверности того-то, на самом деле вот эти изотопы углерода С12, С13, С14, они характерны даже для каждого региона мира. в частности мой зять писал диссертацию, у него там был раздел посвященный тому, что ну, там сапсаны и эти самые земники, это хищные птицы такие, они приносят довольно издалека своим детям, ну, птенцам еду. И вот можно было по изотопному анализу жертвы определить, с какого расстояния, на какое расстояние птица летала и откуда принесла ну, вот, добычу. И поэтому довольно важно узнать, во-первых, в каком регионе это масло добыто, и главное, что можно узнать фальсификацию, потому что соотношение этих изотопов углерода 300 миллионов лет назад, когда был каменноугольный период и создавалась нефть или каменный уголь, из которых, собственно, синтезируют все, что можно сейчас, он совершенно иной. И поэтому сразу можно определить, да, там синтетика, это сделано из нефти. Ну, и тестированный тяжелый металл, мы все знаем, как вредны там свинец, ртуть, кадмий, там и уродства у новорожденных могут быть, и может быть онко, там какая-то онкология или это токсичное вещество, то есть вот здесь проверяется, чтобы не дай бог в эти масла не попали тяжелые металлы, и чтобы они не приносили вред вместо пользы. Ну, и тут еще картиночка про то, что на донышке каждого флакона вы можете увидеть и срок годности некий условный, хотя они, конечно, могут использоваться и позже, но это вот такой гарантированный, да, там, пять лет. И номер лота. Если этот номер лота загнать вот в этот сайт Source2U, то вы найдете хроматограмму конкретной партии и можете выяснить, что туда входит. Но это для тех, кто умеет в этом разбираться. Ну, и вот мы переходим, собственно, к довольно важной части презентации. Вот мы обычно рассказываем, что человек должен знать такие четыре триады. И первая триада – это три важных факта об эфирных маслах. Вот я специально их, чтобы вы запомнили, обозначаю такими иконками. Первая – это щит, вторая – это мишень и третья – это свинья-копилка. Первое означает то, что наши эфирные масла абсолютно безопасны. Второе, что они эффективны и третье, что они экономичны. Значит, насчет побочных эффектов. Вот я недавно придумала такой образ, что вода обычно считается самым инертным и безопасным веществом. Но тем не менее водой можно обжечься или ошпариться и сосулька упав на голову может убить человека. То есть даже с такими безопасными вещами нужно соблюдать определенную технику безопасности. У нас собственно всего несколько правил, они довольно простые по технике безопасности. Нельзя принимать внутрь масла, которые исторически человек никогда не принимал внутрь. Мы не умеем переваривать древесину и есть опилки нам ну вот неполезно и поэтому масла добытые из древесины обычных войн они не употребляются внутрь. Затем второе наносить на кожу часть масел можно в чистом виде, часть рекомендуется разбавлять безчувствительной кожи, но лучше разбавлять собственно говоря все просто потому что они будут лучше впитываться лучше распределяться и некоторые масла категорически нельзя наносить в чистом виде это масла горячие они могут просто обжечь вам кожу это корица кассия гвоздика тимьян орегано ну еще там парочка которые еще пока на наш рынок не пришли вот и третий пункт это значит называется фототоксичность если вы перед выходом на солнце или в солярий наносите на себя в основном это речь идет о цитрусовых маслах то можно получить такое пигментирование кожи как будто бы такой загар и он не сразу эти пятна уйдут то есть от этого никто не умирает это не такая токсичность что это прям ужас-ужас ужасный но если вы хотите иметь красивую кожу делайте это на ночь или там достаточно сильно можно разводить или употребляйте то что разрешено про это у меня тоже будет отдельное выступление вот теперь насчет эффективности вот скорость действия масел просто поражает воображение можно например сделать такой эксперимент особенно если вы уже пользуетесь фирменными маслами взять капельку масла апельсина и масло мяты растереть их в ладонях до тепла и потом закрыв глаза аккуратненько издалека начать приближать к носу но те кто умеют они могут даже накрыть нос и начать дышать но обычно люди останавливаются на полпути это происходит вот эффект я не знаю какой-то разорвавшейся бомбы то есть человек гадавянно просыпается если он был какой-то такой вялый у него очень часто быстро проходит головная боль быстро откладывает насморк и у него проясняется зрение вообще восприятие он готов творить он полон сил и энергии и это происходит мгновенно можно также кстати нюхать лимон тоже он обладает сильно пробуждающим действием тоже например достаточно быстро но не вот секундное но если да ну вот у человека высокое давление он там нюхает и ланг и ланг и через короткое время давление снижается или например можно пищеварительную смесь нанести под язык или там в пупочное кольцо или выпить стакан воды с капелькой этого масла и тоже буквально несколько минут проходит и вы забываете о своих недомоганиях ну и экономичность на самом деле конечно масла ужасно дорогие самые дешевые масла цитрусовые стоят около 800 рублей даже дистрибьюторская цена за 15-миллилитровый флакон естественно жаба душит как вот за такую фитюлечку отдавать такие деньги а самые дорогие масла у нас стоят за 5 миллилитров там 9-12 тысяч ну средняя линейка это там полторы две с половиной тысячи но если мы даже возьмем что средняя цена флакончика 15-миллилитрового это 3000 там вмещается около 300 капель то есть цена одной капли это 10 рублей ну как бы на круг естественно бывает гораздо дешевле и там подороже вот но поскольку очень часто расход этих масел измеряется несколькими каплями да то иногда даже одной вот была история когда наша врач Татьяна Бобышева ехала в пригородные электрички и там хотели вообще останавливать поезд и приглашать бригаду скорой помощи потому что женщина потеряла сознание и у нее там уже начиналось исчезать дыхание и она ну правда у нее не было тогда в каплях там масло перечное а были вот такие бедлеты шарики в которых одна четверть капли и вот она этот шарик там разломила и положила в рот женщине и она мгновенно пришла в себя у нее стало восстанавливаться там дыхание давление и уже пост восстанавливать не надо было то есть очень-очень быстро действует если тошнота в машине тоже можно помазать деснами перечной мятой и ребенка перестает укачивать или там беременную ну и вот и вот это самый капельный расход и получается что на вот решение какой-то проблемы мы конечно не говорим о серьезных болезнях но таких которые ежедневно с нами встречаются тратятся там 10 рублей 100 рублей даже вот например для приотитов вот как только ребенок начинает там кукситься и плакать у него болит ушко берутся масла типа лаванда герань чайное дерево базилик вставляется там ушко турудочка или даже просто мажется на кости перед и за ушком из-за действия лаванды ребенок вообще засыпает ну уж точно в течение получаса иногда быстрее и когда он просыпается утром его спрашивают как ушко он говорит а что у меня ничего не было в общем предлагаю вам запомнить что эфирные масла безопасны эффективны и экономичны вот насчет употребления существует три школы ароматерапии значит французская несмотря на всю свою романтичность у нее направление употребление внутрь английская это вот такое косметическое наружное употребление и немецкая это вот основное ингаляционное дотера считает что все три способа ароматерапии абсолютно равноценны их можно использовать одновременно и вот вторая отряда у нас это три способа использования эфирных масел то есть их можно вдыхать их можно наносить снаружи их можно наносить внутренне и большинство масел используются всеми тремя способами но как я уже говорила например древесные масла ну за редким исключением о которых я тоже буду говорить потом не используются внутрь и у меня есть даже более такая расширенная табличка я ввожу там отдельный способ внутреннего употребления это когда мы не глотаем так чтобы попало в пищеварительную систему а просто наносим на слизистые и вот есть то что вы видите раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и в них есть всякие подпункты в общем десятки способов ингаляционного применения наружного соответственно внутреннего и вот этого нанесения на слизистые опять-таки в следующем вебинаре я буду рассказывать об этом подробно ну и вот вернемся подытожим чем они хороши они проникают через биологические барьеры они помогают улучшить всасывание питательных веществ пищеварительные системы ускоряют заживление препятствуют размножению и иногда просто уничтожают бактерии вирусы и многие из них являются детоксикантами вот самые такие главные детоксиканты у меня была лекция по детоксу но я повторюсь это все цитрусовые и все зонтичные масла ну цитрусовые наверное всем понятно а зонтичные масла это ну там типа тмин укроп но у нас вот есть фенхель сельдерей кинза кориандр это самые главные детоксиканты чем еще хорошо они все являются адапатогенами и все повышают устойчивость к стрессу вот я не знаю масел которые снижают настроение они все повышают настроение многие помогают нам сосредоточиться это актуально например для современных детей с синдром гипервозбуждения да и они ну считается что в десятки раз эффективнее фитотерапии почему вот какая-нибудь ну неважно даже промышленный сбор или какие-то знахари собирают травки сушат и даже стараются все сделать вовремя там на заре или вечером или там ну в общем правильная экспозиция склона правильный день месяца правильное время суток и так далее правильные почвы вот они это собирают высушивают тоже на чердаке чтобы не было прямых лучей солнца ну вот и добыли они это сырье и вот оно стало или вот приправой к пище прованские травы да или просто вот травные сборы ну и что происходит дальше на самом деле терапевтическая ценность этих травных сборов в значительной степени обусловлены теми же эфирными маслами и они в силу своего природного свойства начинают испаряться их становится все меньше меньше и меньше а эфирные масла во флакончике никуда не испаряются и это такая эссенция вот слово эссенция помните это концентрат вот essential oils это переводится эфирные масла и как я уже говорила это довольно экономичная вещь значит недавно приезжал президент нашей компании Дэвид Стерлин и он рассказал очень забавную историю про доктора Хилла это второго основателя компании доктор Хилла уже там больше 30 лет в аромотерапии но вот 13 лет назад когда Дотерра только создалась и вот там был очень небольшой круг привлеченных лиц была там такая Тереза Хардин которая сейчас имеет дистрибьюторскую организацию в 5 миллионов человек и она тоже хотела все это постичь и понять и ходила за доктором Хилла и училась у него задавала ему вопросы а потом начала сама всем все рассказывать и как-то раз доктор Хилл говорит Дэвиду слушай я этого не говорил то что она рассказывает вот это не совсем так и Дэвид говорит ну да ну что будем делать а Хилл говорит а ладно масла свое дело сделаю вот сейчас вот очень много всяких ароматестов и даже вот есть приборчик такой который может подобрать атмосферные масла у меня нет особого доверия к приборчикам но когда вам выберут 7 масел уж как-нибудь по-любому хоть одно из них сработает потому что 70% являются заживляющими 65% обезболивающими 60% афродизиаки 60% работает на дыхательную систему 50% на кровеносную 40% на пищеварительную 25% на порно-двигатель 30% от эти токсиканты 30% иммунокорректовые 30% вот не только афродизиаки но они вообще гармонизируют в целом гормональный фон и 20% обладают антипаразитарными свойствами и тут промахнуться очень сложно хотя конечно все-таки для экономии денег лучше немножечко разбираться но я вот категорически не советую вам становиться аромотерапевтами во-первых такой специальности в России не существует в Украине я так понимаю тоже пока может быть скоро появится но терапевты учатся на минуточку там 7-11 лет у них это ординатура интернатура они работают с людьми они изучают фундаментальные базовые какие-то вещи про функционирование человеческого организма за какие-то двухмесячные курсы понять как это все устроено и как действует невозможно и поэтому терапевтом себя называть это ну вот некоторое такое самозванство хотя конечно пожалуйста изучайте запоминайте и когда это вам тут уже просто в кровь вашу войдет можно давать советы очень хорошо а пока пользуйтесь тем что уже переведено на русский язык существует две энциклопедии одна называется modern essentials что означает современные эфирные масла другая называется эмоции эфирные масла они довольно дорогие стоит одна 2400 другая там 1900 но у них уже есть в виде приложения к телефонечку и вот приложение уже например modern essentials стоит всего 300-400 рублей в зависимости от модели вашего телефона а приложение насчет эмоций правда стоит 1200 так что выбирайте сами в этой карманной книжечке такие сокращенные варианты вот эфирная азбука от Ада Ян прекрасная книга очень я ее люблю и вот мини-энциклопедия modern essentials я вам советую вот на это потратить деньги потому что если вы собираетесь покупать масло средняя цена флакончика которого стоит там полторы тысячи две с половиной то стоит один разок приобрести книжку в которой вы найдете ответы на все свои вопросы там и про каждое масло исчерпывающая информация и есть какие-то советы уже по проблемам вот ну и треть рядом это способы приобретения ну понятно что всегда есть розница и опыт то есть если вы становитесь дистрибьютором вы покупаете на 25% дешевле но уже в пределах тоже человек который подписал контракт существует так называемая программа лояльности когда вы можете ну обязуясь делать хоть какие-то покупки там ежемесячно можете получать кэшбэк в тех случаях когда покупка ну вот на русские деньги это примерно там 4000 рублей 50 очков и вам их начисляет и в начале довольно щедро начислять 10% еще через 3 месяца начинается 15 потом 20 25 и потолок 30 30% кэшбэк это то с чем я ну лично вот не сталкивалась это очень щедро и фактически ну это вот как автоплатеж в Сбербанке если вы коммунальные расходы оплачиваете или там налоги или там я не знаю за детей в детском саду с вас списывается то ну на что добровольно согласились а здесь отличие только в том что вы можете всякий раз корректировать эти свои заказы и там объем заказа и банковскую карту и место доставки и грузополучатель в общем как захотите и последние три это три типа людей которые имеют отношение к ДТР вот большинство приходит да я не буду ничего делать я не хочу работать у меня есть своя работа и вообще я не умею продавать и так далее и надо сказать что таких абсолютное большинство и вот по статистике ДТР а там миллионы уже людей известно что 85% людей никогда никого не привели но это не мешает им наслаждаться продукцией и получать огромное количество подарков от компании которая эту цену достаточно большое оптимизирует вот есть категория людей но она есть собственно в любом маркетинге евангелисты это те которые добровольно и с песнями узнав что-то новое тут же бегут нести благую весть всем прочим и вот они что-то изучают тут же рассказывают и думают о ком они могут помочь вот мама плохо спит а бабушка сломала ногу а кто-то там ошпарился а у ребеночка рвота и так далее и они тут же начинают всех спасать но не всегда у них получается потому что люди просто не понимают ценности этих капелек ставят на полочку и забывают об этом то есть это тоже некое искусство так донести чтобы человек понял что этим надо пользоваться вот и вот значит вот есть юзеры шереры и последнее это билдеры билдеров конечно мало это примерно 1% это те люди которые говорят вообще классная тема и масла прекрасные и платят хорошо и дело такое благородное я вот хочу сидеть у себя дома не отрываясь от своих детей с жены или наоборот там мужа своей семьи не знаю в своем доме в своем саду заниматься тем чем мне нравится и дистанционно обучать свою команду или наоборот встречаться для всяких тусовок и вместе с ней идти к успеху ну и надо сказать что эти общности они перетекают друг друга и человек который говорил что он никогда никому получив какой-то обалденный результат начинает им делиться и потихоньку он вдруг видит что продукция достается ему бесплатно ну и пошло-поехало и он превращается все-таки в билдера ну кем вы хотите быть это там ваше дело вот и тоже я очень люблю эту картиночку насчет того что конечно можно говорить что это эффект плацебо но это реально помогает животным которых нельзя ни в чем убедить ну можно сказать конечно что если вы гладите животное по спинке вот из-за этого оно выздоравливает но большинство хозяев гладит животных и вокруг них носится когда те заболевают так вот эфирные масла действуют очень быстро у меня есть два вебинара по поводу этих самых животных на моем канале в ютубе вот недавно вот у нас была конвенция и там значит приводились некие итоги и вот здесь кстати есть процент от общего оборота продаж которые дают топ 10 масел и вы можете например если вы вообще еще не в курсе дела не знаете что почем и зачем последовать вот выбору людей это как бы помощь зала люди голосуют своими деньгами это то что покупается в первую очередь во время пандемии например продаж ангарда во всем мире выросли несколько раз вот и также люди очень с большим удовольствием покупают те наборчики которые компания создала специально под задачи вот маленькая аптечка большая аптечка с диффузором и набор для массажа всей семьи вот но можно прислушаться к совету доктора Хилла доктор Хилл например считает что нужно просто как часы принимать биологически активные добавки это витамины ненасыщенные жирные кислоты антиоксиданты а также пробиотики и ферменты затем вот антистрессовые вещи типа смесей баланс серенити для занятий спортом у нас есть целая серия деблю детокс это вот тоже в основном цитрусовые масла и общая забота о здоровье это ангард и ладан потому что ангард это все про иммунитет а ладан это все про неврологию онкологию омоложение пищеварение у нас есть такая поговорка не знаю что брать берем несмотря на такую как бы насмешливое отношение к ладану в русских поговорках вот оказывается это действительно некая панацея вот и конкретно вот сейчас вот просто в этом месяце и осталось всего-навсего 10 дней есть какие-то уникальные возможности если человек ну правда как бы он и вкладывается действительно то есть если он покупает заказ ну примерно на 8 тысяч рублей это считается там 100 очков ну от 8 до 14 в зависимости от того что он выберет если он покупает на 200 очков ну уже цена там от 14 ну там даже от 15 допустим до 20 он получает там вдвое больше подарков то есть вот те которые покупают на 100 очков получают подарок апельсин и смесь мотивацию те которые покупают на 200 очков получают плюс к этому еще капаебу которая у нас замена марихуаны потому что это обезболивающее противовоспалительное масло не имеющее наркотического эффекта и смесь чир это смесь такой радости вау в общем можно все 4 флакончика получить в карман а те люди которые вообще еще вдвое больше делают заказ могут получить вместо апельсина смесь адаптив вот капайбай адаптив и более того если вот люди подпишутся в этом месяце и на протяжении следующих тоже будут делать заказы хотя бы на 100 очков то есть примерно на 8000 рублей им компания начислит в сумме ну около тоже 3000 ну там два приема то есть вот сейчас ни за что ни просто просто от того что вы обратите внимание на компанию можно получить в сумме подарков аж на десятку ну потратив при этом конечно тоже вот там 15 два раза по 8 да получается на около 30 тысяч можно потратить а 10 тысяч получить в подарок ну в принципе не так плохо тем более у нас есть наборы например ароматный дом который сам уже экономит 7 с лишним ну вот но это как бы ваше дело хотите да хотите нет может быть вы вообще уже давно подписаны в компанию но я хочу с вами поделиться своими любимыми фишками значит самая главная фишка называется вштыривание вот вы как я рассказывала берете капельку мятое перечное капельку апельсина растираете в ладошках и вдыхаете с ладони то есть я не встречала людей которым бы эта процедура не принесла счастья и радости у которых бы не возникло желания купить хотя бы это вот потом вот у нас есть пупок это такая кнопочка это ворота в наше чрево то есть вот толстый слой жира который может быть на животе вот в этом месте сжимается и это самый короткий путь в наше нутро и туда можно наносить собственно большую часть масел которые ну вот безопасны для нанесения вот и ну например ладан и дегицин можно собственно наносить в район солнечного сплетения но мне нравится именно в пупочное кольцо и это придумала не я сама это мне сказала доктор наук медицинских иннаминентом вот затем выведение из обморока если кто-то там ну или там может быть эпилептический препод или в обморок в общем человека нужно вернуть к жизни можно наносить мяту на виски на небо если нету мяты можно использовать например смесь бриз она тоже очень пробуждает вот если у вас дома кто-то храпит отлично можно использовать смесь бриз на стопы и в ноздри можно в разведении если вы боитесь в чистом виде но это заодно будет профилактика всякого вирусника и прочих инфекций вот если вы не хотите вообще никак вот как бы лечиться пожалуйста просто ешьте медик или вареница или другую любую кулинарию там можно конечно и йогурты и смузи и мюсли все что хотите значит вот я обычно на баночку меда грамм 300 капаю 6 капель онгарда и самый банальный такой простенький медок превращается в волшебный такой амброзию вот потом если вы засыпаете на лекции если вы утром ну как бы встали разбудить забыли никак не можете прийти в себя и уж тем более если вы засыпаете за рулем обязательно должно должен быть в салоне спасательный набор из мяты там лимона можно апельсина лайма грейпфрута чтобы распылять в салоне можете просто ватку вставить в это самое в общем там где воздух выходит вот ну и вот про отити я уже рассказывала герань лаванды чайное дерево а компания еще предлагает базилик не обязательно все можно ну например детям герань не давать хотя мне кажется ничего страшного и это такие фокусы которые ну просто изменяют качество вашей жизни ну вот я вас приглашаю в мою любимую компанию дотерра означает подарок земли здесь вот тот самый наш любимый ангард который капается можно принимать внутрь в такие специальные капсулки самим или он есть уже капсулированный вот и я вам хочу сказать что дотерра это непросто вот сейчас когда люди регистрируются уже идут номера 11 миллионов 800 с чем-то тысяч конечно за 13 лет у нас были какие-то санитарные потери ну кто-то даже просто умирает да когда-то в свое время да ну какие-то люди приходят уходят разочаровываются бывает но вот на сегодняшний день 7,5 миллионов человек осталось это означает что процент удержания 63 процента это невероятно много для вообще почти любой торговой сети и сетевого маркетинга в особенности то есть вот сетевого маркетинга 5-10 процентов это норма а тут 63 и вот представьте себе что 7,5 миллионов человек ежемесячно покупают дотерру они же в основном не одинокие то есть будем считать семья из трех человек папа мама ребенок или там бабушка мама ребенок или как угодно да то есть мы будем считать что вовлечены минимум 22 человека если не считать родственников знакомых кролика я для интереса посмотрела каким странам вот соответствует государство с таким населением и вот видите там до 7 миллионов человек это такие страны как Болгария Туркменистан Дания Финляндия Словакия Норвегия Ирландия Хорватия Грузия Армения на самом деле гораздо больше я выбрала просто те которые нам жителям Советского Союза ну так на слуху да а если считать что вот у нас не 7,5 миллионов а 22 то туда попадают и Румыния и Казахстан и Нидерланды и Бельгия и Греция Венгрия Объединенные Арабские Эмираты между прочим на минуточку Израиль который вот наше все у которого там 80% этих самых Нобелевских премий там в мире да и Швейцария тоже не последняя страна и для интереса я тоже посмотрела последователи разных религий так вот иудеев у нас 15 миллионов человек на земле а датеровцев получается 22 то есть это ну некая сила которая уже меняет мир вот ну и вот это я со своей мамой которая вот сейчас 85 лет у ворот своего домика мы действительно очень любим датеру и нам очень хочется чтобы к нам в команду пришли те люди которые сейчас ищут своего пути ищут пути и исцеления ищут пути найти свое предназначение ищут пути финансовой свободы хотя конечно вы свободны выбирать и кстати Слава Смирнов к нашей команде относится поэтому если вы присоединяетесь вы получаете в качестве таких ну как бы менторов не менторов вот наставников и не только нас но и Слава Смирнов вот вот это мои контакты и мамины тут телефоны джимейл и общие канал в ютубе я веду ну под своим именем в инстаграм у мамы тоже есть но она редко туда заходит я правда тоже не очень часто и вот обе мы представлены в фейсбуке если вы ну как бы стесняетесь там звонить общаться просто хотите подписаться вот есть наш номер но конечно я считаю что лучше поговорить и вот мы вездесущие найти нас можно в любой системе в которой вам нравится и поэтому если вам что-то понравилось сегодня вот подписывайтесь на канал Славы я собираюсь еще вот не меньше 10 раз там как-то выступать подписывайтесь на мой канал в ютубе дружите с нами в фейсбуке делитесь вот ссылками на это видео я думаю что это вам пригодится вот теперь я вернусь в зал надеюсь что кто-то меня слышал вот и мы сейчас с вами можем пообщаться в общем если цену можно в долларах в рублях непонятно давайте в долларах в долларах это от там 10 до ну примерно 40 долларов за флакончик ну я говорю о дистрибьюторских ценах розничные они ну там на 25% дороже вот значит это ну выступление будет в записи его можно переслушать и на самом деле сегодня у нас только ознакомительная встреча значит если вас уже что-то зацепило выходите на славу выходите на меня и мы можем лично пообщаться но на самом деле как я уже говорила у нас будет множество детальных лекций про всякие конкретные вещи и про деток и то есть про детское здоровье и про женские проблемы и мужские которые тоже достаточно актуальны и отдельно про дыхание и про пищеварение то есть про все что угодно более того у меня есть уже готовый канал в ютубе на котором ну больше 70 видеозаписей из них почти половина ну там около 30 это мои личные чтобы в них сориентироваться вы просто выбираете плейлист там Екатерина Стоцкая и смотрите на название и анонсы лекций название и анонсы лекций очень прозрачно и понятно то есть вы сразу поймете о чем идет речь это речь про ветеринарию про аутизм про ответы на какие-то горячие вопросы такие ну как бы возражения да или это маркетинг план или это аптечка вот и пожалуйста вот смотрите и изучайте это абсолютно бесплатно абсолютно открыто для всех для дистрибьюторов ну распространителей любых брендов эфирных масел для любых организаций то есть я это делаю не за деньги то есть я считаю что если я отдаю в мир некие то что я придумала это же я тоже взяла у кого-то ну что-то из личного опыта но тем не менее я много у кого училась вот и хочу завершить свое выступление тем что в эти выходные я буду в Нижнем Новгороде если среди вас есть нижегородцы а потом если не будет локдауна я собираюсь в Питер поэтому петербуржцы и нижегородцы буду рада развиртуализовать личные встречи все-таки найдите меня где угодно в Фейсбуке или в Ватсапе и там опять с Тотской попадете на мой сайт звоните пишите мы все обсудим и я постараюсь вам помочь вот но раз нету вопросов я завершаю наш стрим встречаемся в следующий раз в среду 27 числа в 7 часов вечера не забудьте ставить лайки под этим видео ставить подписываться на канал Вячеслава Смирнова и заходить в гости на мои ресурсы всего доброго до свидания надеюсь вам что-то было интересно данным так 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 раз